Добрый вечер, уважаемые любители хоккея, и добро пожаловать в Казань, столица Республики Татарстан. Рада приветствовать вас в красавице Татнефть-Арене, где второй день проходит, пока не легендарный, но будем надеяться, турнир Танека Кубок Чемпионов. Ну и вместе с вами за баталией Акбарса и Магнитогорского Металлурга будем наблюдать мы, комментаторы Александра Пшенична и Илья Тагиров. Илья, добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня мы наблюдаем поединок, в котором победитель гарантирует себе участие в воскресном финале Кубка Чемпионов Танека. И Валерий Брагин, и Томи Лямса поменяли своих воротчиков, причем мы, если в СКА понятно, что примерно два равных голкибера Хельберг и Сабонов, то Вуфета Метцелл, конечно, безоговорочно первый, но сегодня играл Сухачев, момент у Акбарса. Никита Дыняк! Никита! Вот так вот резво начинает Акбарса с шикарной контратаки, в которой Никита Дыняк не стал давать передачу. Было время у него выцелить это такое вот пустое пространство и отправил, пронзил, так скажем, Василия Кошечкина. Но вот сначала он показывал, что собирается делать передачу, и возможно, тем самым, отлег внимание Кошечкина. Который начинает уже атаку Магнитке, сам прорывается в зону, оставляет на Прохоркина. Тот пытался хитрую передачу не гляньте сделать. А Винчатров-то как здорово сыграл! Ой, что исполнили сейчас на двоих Воронков и Зарипов, а? Вот оцените на повтор передачу Воронкова сейчас. Оцените сначала передачу Викстренда, футбольный такой забросик за спину. Вот с нее все началось, она идеальная по точности была. Ну и, конечно... А ну там еще конек Дронова пригодился. Но, тем не менее, вот такая вот то ли пауза, то ли выпад вперед от Воронкова, так как... Ну и на него будет записан гол, да, потому что... Да, Зарипов-то вроде как не коснулся автогол здесь. Тогда потихим. Ну и пока вот сколько, прошло минута 20, ни одного броска, если я ничего не путаю, не было пока поворотом Кошечкина. А может быть сейчас получится? И вот на перепорте моим словам Артем Галимов. Утраивает преимущества Акбарса. Что делает этот молодой человек, а? На этом предсезонном турнире Танека Кубок Чемпионов. Да, и эта маска может ее и оставить, а? Фарновая, да, кажется? Почему бы и нет? Ну и здесь отметим действие Никиты Лямкина, который получил балл за результативность. Здорово обыграл. Ну и на добивании, похоже, момент вчера у Александра Бурмистрова был вот пор в положении шайбы в пространстве. Да и голкибера, когда как раз передача Артема Галимова Бурми забросил свою шайбу. Ну а здесь Бараба Артем и 3-0. Поярче и поинтереснее. Ну просыпаемся, да, потихонечку. Казанцы после этой межсезонной спины. Попорки. Девятку. Поплотет. Да, здесь Рейдеборн даже, ну кроме свиста, мне кажется, возле уха, ничего не успел, не успел сообразить, не успел среагировать. Ну вот, как говорится, предупреждали, да? Следите, следите обязательно за возвращением Прохоркина в КХЛ. Ну а здесь Ярулин не уследил за этим самым возвращением. Потерялся он в пространстве, да, получается? Заблокировал-то бросок. Ну а затем уже, да, не на того обратил внимание. Туняк на Тихонова. Обратно на Никиту. Ну и показывает сейчас Питан, мол, верни Тихонову, тот слушается Андрея. И да он! Это Пивану! Не покидает шайбу зону, можно еще время есть для броска, еще целых 5 секунд. На моменте, в чем у Воронина был просто сумасшедший. Сразу бросок! И прямо под сирену! Да. Пока Акбарс буквально не замечает, да, сопротивление Металлурга. Потеря. Ну и что, можно констатировать? 3-2-1. Победа Акбарса во втором матче Танека Кубка чемпионов. Есть победа Акбарса в финале Танека Кубка чемпионов, ну а Магнитогорский Металлург разыграет участие в финале Соскат. С победой Акбарсы в матче и в пулитной серии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!